ребята привет записываю видео уже шапа в прошлом видео я говорил о том что мы будем переезжать мы переехали тут офис ту шап тут наша парковка большинство из вас уже умеет имеет адрес мы находимся в из данди и приехав сюда мы столкнулись с проблемой с проблемой нехватка кадров поэтому сразу о больном нехватка механиков большинство людей все еще хотят находиться на employment в америке это есть большая проблема для всех и теперь мы с этим столкнулись тоже плюс мы добавили несколько траков и поэтому еще раз напоминаю о референс увеличиваем референс 500 долларов до 1000 долларов и уменьшаем время раньше было после трех месяцев сейчас месяц если человек месяц отработал с нами в принципе за месяц понятно насколько он квалифицирован и мы можем принять решение уже через месяц будет человек продолжать с нами работать или нет этот же человек может понять подходим мы ему или нет в общем через месяц вы зарабатываете теперь не 500 долларов а 1000 долларов за референс это касается и механиков и водителей мы добавили траки нам нужны водители мы переехали сюда в шап нет механиков срочно нужны условия нормальные вы все знаете пожалуйста помните об этом на трак стапах на разгрузках на загрузках если можете это здорово бы помогло потому что мы теперь столкнулись с тем же с чем столкнулась по сути вся америка шорточка вот не хватка квадрат кадр и пойму и обращаюсь вот к тем ребятам которые живут в чикаго если знаете тут вокруг каких-то людей которые хотят обучиться и быть механиками ли у них уже есть опыт мы готовы выслушать их предложение заработной платье и условиях в общем ребят пожалуйста помните об этом нужны люди в команду это была первая тема вторая тема поговорим о елди несколько за последних несколько недель мы столкнулись с проблемой просто перестает работать елди бакса и соответственно камера потому что камера подключена к баксе да ребят из трех случаев из четырех три раза из четырех до к елди бакса была подключена через компьютер что есть возле вашей левой ноги возле педали до елди должен подключен быть через дэшборд то есть сверху если у кого-то еще из вас подключен логбук через компьютер это через вот низ до дайте пожалуйста знать потому что мы лучше поменяем это сейчас у нас есть запасе сейчас кабель для того чтобы провести через дэшборд лучше поменяем сейчас чем потом это делать в дороге куда-то овернайт отправлять или брать вам груз на чикаго в общем это лишняя морока лишние риски потому что большинство из вас не умеет пользоваться бумажными логбуками в общем ребят если у кого-то еще бакса подключена через компьютер что есть возле вашей левой ноги дайте пожалуйста знать третий момент регистрация на трейлер пару дней назад случилась ситуация когда мне звонит водитель говорит о том что ему уже полицейский выписывают вайлэйшн за то что у него нету регистрации на трейлер я я был уверен но мы достаточно строго проверяем документы в вашей папке и даты и обновления в общем я был уверен что у нас есть регистрация на трейлер в этой папке позвонил фейстайм показал как она выглядит и с чем я столкнулся в очередной раз а полиция штатах дюйти да они не знают как выглядит регистрация на трейлер вы линой штат или ной она вы выглядит на самом деле очень странно почему потому что сверху на ней пишется application я разговаривал с полицейскими в калифорнии которые были готовы уже нам выписать тикет в данный момент это было если не ошибаюсь в алабаме в общем несколько раз у меня уже были такие разговоры с полицией и потому что на самом деле в штате иллиной регистрация на трейлер выглядит странно вместо того чтобы сверху писалось регистрация пишется application почему я не могу вам это объяснить но пожалуйста ребята вот мы еще прикрепим этот документ в это видео вот я сейчас прямо покажу тут сверху пишется application что есть очень странно но будьте уверены вот это и есть ваша регистрация в штате иллиной чтобы вы не растерялись перед полицией окей дальше момент мы несколько недель назад сделали такое голосование кому больше нравится пайлот фон джей кому больше нравится тей петра как ни странно ребята вы разделились 50 на 50 поэтому было принято решение оставить и тей и сделать карточку пайлот фон джей то есть теперь у нас есть те это та карточка которая у вас сейчас есть с ограничением 50 галлонов на пайлот и фон джей и лапс и теперь у нас есть карточка пайлот и фон джей с точно такими же ограничениями только наоборот те и петра и лапс то есть нам как компания выгодно чтобы вы заправлялись на пайлот и фон джей потому что некоторые из вас написали в этом голосовании что вам все равно где заправляться если вам все равно будьте добры пожалуйста заправляйтесь на пайлот и фон джей ребята если до вас принципиально заправляться на те и петра делайте это но у меня просьба кому не принципиально и кто может это делать заправляйтесь на пайлот и фон джей потому что нам дали лучше цену на пилоте и фон джей чем на те и петра вот мы вам или отправим домой эти карточки или когда вы будете проезжать в чихаго заберите эти карточки окей дальше 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 поговорим о рестайлинге большинство из вас уже имеют наклейки которые вот с логотипом мы заказали абсолютно на все траки наклейки поэтому у кого из вас еще нету этих новых наклеек когда вы будете проезжать чикаго дайте нам знать мне розе диспетчерам и мы вам обязательно приклеить они все есть уже у нас в наличии мы знаем кого они просто напомните о том что вы в чикаго дайте себе знать напомните об этой проблеме заедете сюда в шап мы переклеим и поедите дальше еще одна ситуация несколько дней назад мы подобрали груз в ахай это был 60 фитовый стил и водитель из ахай ехал если не ошибаюсь в алабаму или куда-то ехал на вест в общем не суть проблема заключалась в чем водителя в штате ахая остановили и сказали что ему нужен пермит каким образом это выглядит у него было два фита свисала спереди 5 фит свисала сзади трейлер 53 и overall от бампера до окончания груза было 78 фит 78 фит практически во всех штатах америки это легальная длина потому что меряется оверо от начала трака что для вас есть диргард до окончания груза штате ахая это нелегально почему потому что там в принципе не может свисать ничего то есть у вас вот не может быть вовремя сзади да поэтому ребята если мы забираем какие-то грузы и вы проезжаете штатах от 60 фитовым материалом но да то звоните розе звоните диспетчерам и напоминайте мы мы будем стараться об этом помнить для нас это что-то новое мы только об этом узнали водителя остановили в общем закончу мысль как история закончилась водителя остановили дали ему тикет тикет мы оплатили к компания потому что мы сделали ошибку мы ему сказали что этот груз легальный во всех этих штатах которые будет проезжать тикет слава богу не пошел ни на его рекорде на наш рекорд полицейским попался нормальный понял что мы не сделали эту ошибку специально и выписал такой тикет как скажем паркинг тикет да то есть городу заплатили штату заплатили им хорошо и нам хорошо как бы мы выучили свой урок да и они немножко денег заработали в общем всем было хорошо потому что могло закончится гораздо гораздо хуже могли поставить от сервис поэтому штата хая 60 фит мы обязательно берем пермит и в штате хая это считается оверсайз грузом помним об этом дальше ситуация была вот в прошлую пятницу да это были лейбард и выкинг и проблема в чем было один водитель который не так давно с нами он перешел к нам с холодильника и специфика немножко другая на флэтбете если это любой государственный праздник пятница это короткий день было где-то девять часов утра мы ему берем классный груз сарканзаса 2300 или 2400 миль на калифорнию не торпованный груз звоним водитель водитель трубку не берет под ним перезванивает на минут через 30-40 говорит я закинул белье а это уже часов 9 утра он закинул белье в лондри мне нужно достираться в общем пока водитель достирался мы ему пробовали это объяснить что это не холодильник и в субботу мы не загрузимся потому что это лейбард и выкинг пока он достирался пока он сел в трак и говорит я готов выезжать он уже не успевал на пикап потому что шиппер был до 12 в конце концов человек уехал на луизиану короткими милями 600 миль с луизиану он поехал на вест вирджинию в общем total него получилось 1800 миль старпой с деревом с двумя пиками двумя драпами все могло это то есть сложиться гораздо гораздо легче для него и длиннее мили и легче в общем ребят любой государственный праздник пятница короткий день вы должны быть готовы 8 часов утра в траке или вы в общем быстренько разгружаетесь и ждете сидите в траке пожалуйста потому что была проблема и последний момент я вас всех поздравляю нет никаких предположений к тому что индустрия будет падать за последние несколько недель даже месяцев не было аварий не было серьезных нарушений с чем я всех поздравляю поэтому ребят мы повышаем зарплату снова в общем сейчас все покажу вот такая вот рекламка будет висеть у нас на траках на ярге для привлечения водителей да и это говорит о том что теперь мы платим 90 центов за милю и груженую и пустую мы платим за тарт мы также платим за оверсайз мы платим за паршалат то есть условия все те же но только мы теперь платим не 80 а 90 центов и это касается абсолютно всех в прошлые разы я делал исключение потому что некоторые водители были в авариях в этот раз исключения нет потому что все делают хорошую работу на этом все будем на связи опять же у вас есть какие-то пожелания так как в этот раз было с карточками мы вас слышим поэтому будут пожелания давайте нам знать и на связи пока пока